И вот Лукашенко заявил, что не переживайте, переворота в Белоруссии не будет, но рано или поздно будет. Он сам, я так понимаю, переживает, рассказывая о том, что оппозиции какие-то деньги вываливают грузовиками. Но представьте, если вы в оппозиции, никто никаких денег в России не дает, кто же будет за Лукашенко давать оппозиции, деньги, кому это нужно. Так что любите батьку, он прикольный. Это да. Среди диктаторов он наиболее прикольный. Может быть только толстенький. Ким Чен Ын поприкольнее. Из минометов расстреливает родственников своих, дядю собаками травит и прочее. Тоже так, в общем-то, Весельчак у неба сказал. Народ Белоруссии продолжает требовать отставки Лукашенко. Пишут. Ну, это народ Белоруссии, это сайт народ Белоруссии и за три месяца подписали почти пять с половиной тысяч человек. Ну, блин, маловато, конечно. Да, то есть, тех действий, которые влияют на диктатора, пока не видно. Не которые сметают диктаторов, это понятно, что этого пока нет вообще. А которые влияют на диктатора, заставляют его трепетать. Я понимаю, что Лукашенко оторвался уже от реальности, находится где-то в мире своих иллюзий. И вот на мир этих самых иллюзий, те протесты, которые сейчас идут в Белоруссии, они не сильно влияют. То есть, это двойственность. С одной стороны, это его несколько будоражит. Он побаивается, что сейчас кто-то подключится. Может, путинцы захотят его там немножко прищемить. Может, еще кто-то. То есть, очень он боится. Он не боится своего народа. Это парадокс Лукашенко. Он боится каких-то внешних сил. Зря, кстати, надо бояться больше своих. Кем бы ни был Лукаш, он не прогнется под Володю. Не знаю. Вы знаете, целая страна не должна рассчитывать, что один человек под кого-то там не прогнется. Это вообще исключено. Весь народ, вот народ Белоруссии, 6-миллионный, не должен зависеть от, то есть, 9-миллионный, от одного Лукашенко. Как это, смешно. То есть, это вообще ни в какие ворота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok